Данная видеозапись продолжает серию видеоуроков об изучении API 2GIS и она будет посвящена решению транспортных задач. А именно мы рассмотрим построение маршрута между двумя точками, построение изохрон или, иначе, зон транспортной доступности от точки и к точке, а также решим задачу камивоезжора, то есть нахождение порядка посещения за одного набора точек, то есть построение оптимального маршрута, иначе говоря. Итак, с чего стоит начать? Конечно, мы начнем со справки, то есть по стандартной ссылке, которая будет под видеозаписью и которую мы уже использовали в предыдущих видеозаписях, мы заходим в раздел «Навигация», и здесь мы выбираем один из возможных вариантов работы с транспортными задачами. В данном случае мы начнем обзор изохрон, то есть мы выберем раздел «Изохроны», нажмем «Обзор», перейдем в данный пункт и увидим живой пример построения зон транспортной доступности. Как мы видим, мы можем изменять временной интервал, то есть 10 или 20 минут при помощи автомобиля или пешком и от точки или к точке. В зависимости от этого на карте изменяется зона. Соответственно, что здесь мы можем исследовать? Мы можем посмотреть код, как это написано, изучить и скопировать при необходимости, а также необходимо посмотреть инструкцию для работы с изохронами. Как мы видим, первое, что указано в справке, это необходимость получения специального ключа. То есть, опять-таки, как мы уже говорили в предыдущих видеозаписях, вам необходимо заполнить форму на сайте и отправить заявку на получение ключа. Проблем с этим не должно возникнуть, и уже после получения ключа можно пробовать писать свой код и использовать метод построения зон транспортной доступности. Для запроса нам необходимо знать ссылку, естественно, и параметры, которые мы должны передавать. А именно, мы должны передать ключ в ссылке запроса и в теле запроса. Мы должны передать координаты точки, интервалы для построения изохрон, соответственно, в секундах, а также метод построения зон транспортной доступности, опять-таки, пешком или при помощи автомобиля. И в ответ мы получаем время работы сервиса, а также набор геометрий. То есть, для каждой зоны транспортной доступности мы получим линейный объект, который в дальнейшем мы можем отразить на карте. Итак, давайте посмотрим, как это реализовано в нашем приложении, и чуть подробнее пройдемся по коду. Как мы видим, результирующим приложением являются три построенные зоны, то есть, три построенные изохроны, вокруг одной точки. И давайте посмотрим, как это реализовано сейчас в коде. Стандартно по коду у нас теги head body, в head метаданные и стиль, и в body у нас импортируется API 2GIS, и, соответственно, коллбеком на данный импорт, то есть, на загрузку данного его скриптового файла, является функция init map, что у нас реализовано в данной функции. У нас создается объект карты, указывается центр, зум, ключи для работы с API 2GIS, а также ключи для стиля данной карты. Также на карту мы размещаем пять маркеров. Это все уже было в предыдущих видеозаписях, поэтому не будем здесь подробно останавливаться. Собственно, у каждого маркера есть координаты и лейбл. И теперь необходимо перейти, собственно, к построению зон транспортной доступности. Для этого мы рассмотрим функцию updateGeometries, которая была взята с сайта справки, то есть здесь ничего особенно выдумывать не стоит. У нас указана ссылка с переданным ключом, который мы запросили при помощи заполнения и отправки формы на сайте. Указан метод запроса, пост, указаны headers, и в body запроса, то есть в тело запроса, мы отправляем указанные необходимые параметры, а именно координаты точки, вокруг которой будут строиться зоны транспортной доступности, интервалы для построения зон транспортной доступности в секундах, а именно 5 минут, 10 минут и 20 минут. Указываем тип движения, а именно walking для пешего движения и driving для движения на автомобиле. Заполняем параметр reverse, то есть движение от точки или к точке. Соответственно, значение false означает движение от точки, и значение true означает движение к точке. И заполняем время начала движения, то есть параметр startTime. Естественно, все эти параметры описаны в справке, то есть мы здесь ничего не придумываем, мы заходим в пункт меню справочника API, и здесь описаны данные параметры, которые мы только что с вами использовали. Как мы видим, помимо driving, walking, есть еще и тип движения на велосипеде, с ключевым словом bicycle, реверсивность и детализированность результирующей геометрии, то есть сглаженность углов многоугольника. Отлично. После того, как мы отправляем запрос, в ответ мы получаем JSON, и выведем в консоль то, что нам приходит в качестве результата работы сервиса, обработаем ошибку в случае неверного ответа сервиса. Но давайте сейчас посмотрим, что нам, собственно, приходит, и поймем, что именно мы отправляем в функцию renderGeometries. Для этого перейдем в приложение, откроем консоль и обновим приложение. Отлично. Мы видим, что нам в ответ пришло время работы сервиса, тип движения, статус, а также нам пришло три геометрии в ответ. И именно с ними нам необходимо продолжить работу, то есть мы должны их отрисовать на карте. Как мы видим, что геометрии — это массив объектов, и у каждого объекта есть свои атрибуты, в том числе набор точек, из которых, собственно, нам необходимо составить геометрию. Итак, давайте перейдем в код и посмотрим функцию renderGeometries, которая на вход как раз принимает данный массив из трех геометрий по факту. И посмотрим, что в ней происходит. Для каждой геометрии мы строим полилинию, используя библиотеку API2GIS. То есть мы создаем объект полилиния, добавляем его на текущую карту, и в качестве координат линии мы указываем долготу и широту для каждой точки. Указываем ширину линии и цвет заданной линии. Соответственно, все здесь мы можем менять, и таким образом к нам на карту добавляется три линейных объекта. Соответственно, еще раз мы отправляем запрос, указываем тело запроса, указываем необходимые параметры и обрабатываем ответ, то есть отрисовываем геометрию, которая приходит в ответ на наш запрос. И получаем зоны транспортной доступности или изохрона. Отлично. Давайте теперь рассмотрим решение задачи камевоезжора для заданного набора точек. Как мы видим сейчас у нас на карте, одна точка подписана как склад, и четыре остальных подписаны как магазины, то есть точки сбыта. И давайте решим задачу развоза товаров со склада в четыре точки сбыта, то есть в четыре магазина. И поймем, в какой последовательности мы должны ехать со склада, чтобы отвести оптимальным способом товар на итоговые точки сбыта. Для этого, естественно, мы зайдем в справку. В пункте меню навигация мы должны выбрать TSP API, нажмем обзор. И, как мы видим, здесь описана задача камевоезжора, то есть для чего она нужна. Опять-таки необходимо получить ключ для работы с данным сервисом. Как мы видим, мы можем решать задачу вплоть до четырех тысяч точек и двухсот курьеров. То есть в данном случае понятно, что мы используем четыре точки и всего одного курьера для простоты описания работы с данным сервисом. Итак, опять-таки давайте рассмотрим раздел использования. Понятно, что необходимо знать URL, то есть мы создаем задачу, используя ключ, который мы получили. И входными параметрами для работы данного сервиса является массив точек, которые необходимо объехать, а именно waypoints. То есть это массив точек с ID-шниками и координатами. А также массив курьеров, то есть сколько курьеров будет задействовано и из какой точки каждый курьер начинает. То есть у курьера есть ID курьера и его стартовая точка, откуда он начинает свои разъезды. Что нам приходит в ответ? То есть после того, как мы создаем данную задачу, естественно, она отрабатывает какое-то время, поэтому сразу в ответ нам приходят ID задачи, статус текущей задачи. И, собственно, по значению статуса мы должны понимать, решена ли наша задача или же она еще обрабатывается. Соответственно, мы должны проверять статус нашей задачи регулярно. И как только она выполнится, мы уже должны перейти к результатам выполненной задачи. И для проверки статуса мы используем, как мы видим, другую ссылку. То есть уже в качестве входных параметров используется наш ключ и ID задачи, которую мы создали. И в ответ опять-таки мы получаем либо значение параметра статус в процессе, либо задача завершена и маршрут успешно построен, либо ошибка, либо маршрут построен, но из него были исключены несколько или одна точка. Соответственно, если статус выполненной задачи равен ключевому слову done, то есть задача выполнена, то в таком случае в параметре urls мы получаем две ссылки. Первая ссылка — это ссылка на решение, то есть придет порядок посещения заданного набора точек нашими курьерами, а также ссылка на исключенные точки. И если мы перейдем по ссылке с нашим решением, то что мы там увидим? Мы увидим для каждого курьера продолжительность его движения, то есть маршрута, а также порядок посещения точек. То есть в массиве будет указан ID точек в том порядке, в котором должен их посещать данный курьер, то есть курьер с данным ID. Давайте посмотрим это уже на примере, чтобы было немножко более наглядно и понятно. Давайте свернем методы, которые нам сейчас не важны, а именно методы, связанные с изохронами, и посмотрим функции, которые связаны с решением задачи камевояжера. Итак, для начала мы используем массив waypoints, то есть мы создаем переменную waypoints, которая равна массиву точек, которые мы будем использовать. Соответственно, у нас есть ID у каждого waypoint, то есть ID у каждой точки и ее координаты. Итого у нас указаны здесь 5 waypoint, то есть 5 точек для объезда. Дальше мы должны отправить запрос для создания задачи. То есть функция createOptimalRoad как раз у нас отвечает за отправку данного запроса на решение задачи для заданного набора точек. И в теле запроса мы отправляем параметр waypoints, то есть это массив входных точек, которые мы только что изучили, и параметр agents, то есть массив курьеров. Соответственно, курьеры у нас имеют ID курьера и начальную точку, откуда курьер будет стартовать для объезда, для посещения заданного набора точек. И стартовать он у нас будет из точки с ID 3. Посмотрим, что это за точка. Вот она, соответственно, это точка marker storage. Marker storage, если мы посмотрим, как раз та точка, которая имеет подпись склад. То есть мы стартуем со склада и едем по пунктам сбыта. Отлично, то есть мы указали параметр agents, и дальше мы заполняем другие параметры, которые есть в данном сервисе, а именно начало объезда, тип используемого транспорта – это автомобильный в данном случае, а также мы заполняем параметр type, которому указываем значение jam, то есть построение кратчайшего маршрута по времени, учитывая пробки на дорогах. Другие значения данного параметра type, естественно, мы можем посмотреть в справке, то есть мы должны перейти в раздел справочник API, и тут посмотреть, какие еще есть значения, то есть мы видим statistics, shortest, а также мы видим некоторые другие параметры, которые мы можем использовать для создания задачи. И в ответ нам приходит JSON, давайте посмотрим, во-первых, чему он равен, то есть мы выведем ответ в консоль и посмотрим это в приложении. Откроем консоль, и мы увидим, что нам приходит в ответ. А именно, в ответ нам приходит task ID, то есть ID задачи, которую мы создали, а также значение параметра status. В данном случае значение равно run, и именно данный статус нам сейчас необходимо проверять, то есть необходимо проверять, пока статус не изменится со значения run. Мы должны выяснить, когда задача наша будет готова для обработки результатов. Для этого мы создаем переменную task ID, которую приравниваем к значению ID нашей задачи, полученной в ответе, и вызываем функцию getSolutionUrl с данным параметром, то есть с параметром task ID. И давайте посмотрим, что у нас происходит в данной функции. То есть в данной функции getSolutionUrl мы отправляем запрос на получение уже статуса нашей задачи, то есть в качестве параметров мы отправляем ключ и task ID, то есть как раз ID задачи, которую мы создали. И уже в ответе, который опять-таки приходит в виде JSON, мы проверяем наш статус. И если статус все еще равен run, то мы вызываем ту же самую функцию getSolutionUrl раз в 6 секунд с указанным параметром task ID, чтобы он проверял решенность нашей задачи. И, соответственно, как только значение статуса будет равно done, в данном случае мы можем вывести в консоль ответ при статусе done и посмотреть, что в нем становится доступным. Давайте обновим приложение. И мы видим, что при ответе со статусом done мы получаем значение ключа urls в виде заполненных ссылок на решение и на исключенные точки. Соответственно, что мы должны сделать дальше? Мы должны взять данную ссылку, то есть url.vrpsolution, и перейти по ней для получения порядка посещения заданного набора точек. Именно это мы и делаем. То есть мы создаем переменную solutionUrl, которая равна данной ссылке, и выполняем функцию getSolution с данной указанной ссылкой. Итак, что у нас происходит в функции getSolution? Мы отправляем запрос на данную ссылку, и в ответе мы получаем следующее. Мы можем посмотреть это сейчас в консоли. То есть в ответ мы получаем два ключа. Общая протяженность маршрута по времени, а также сами маршруты для заданного набора курьеров. Поскольку у нас курьер был всего один, то для данного курьера у нас указывается порядок посещения заданного набора точек, которые мы отправили на вход. То есть у нас будет точка 3, 0, 1, 4, 2. Это ID наших waypoints. И именно в таком порядке мы их должны посещать. Для того, чтобы маршрут был оптимальный по времени с учетом пробок на дороге. То есть мы создаем переменную sequence, то есть последовательность наших точек, и получаем данный массив точек. И, соответственно, бегая по данному массиву, мы изменяем лейбл над каждой точкой. То есть мы указываем порядковый номер посещения данной точки. То есть если мы еще раз зайдем в приложение, обновим его, то мы увидим, что изначально подписи у нас указаны на карте как склад и магазин, а как только мы получим ответ, то подписи изменятся на порядковые номера, последовательность в которой мы должны посетить их для решения задачи камевоезжора. Отлично. То есть мы разобрались с решением задачи камевоезжора и понимаем, как находить оптимальные маршруты для заданного набора точек и заданного набора курьеров. И последнее, что нам осталось рассмотреть сегодня, это просто построение маршрута для двух точек. Для этого необходимо зайти в справку, переходим в раздел навигация, directions и опять-таки мы видим интерактивный пример, который мы можем использовать. То есть мы ставим две точки и получаем маршрут между ними. Опять-таки нам необходимо получить ключ для возможности использовать данные запросы. Ну и посмотреть, что мы отправляем в качестве параметров на данный запрос. В качестве параметров мы отправляем просто две точки и в ответ мы получаем полное описание маршрута между двумя заданными точками. Также мы можем зайти в раздел меню примеры, посмотреть возможности построения маршрутов, то есть различные типы маршрутов, типы точек, исключения дорог, исключения областей и так далее, и так далее. Также, естественно, в справочнике API мы можем посмотреть описание всех параметров, которые мы задаем на вход. Итак, первое, что необходимо сделать для построения маршрута, это импортировать необходимый код, а именно код Directions, который будет использован для построения маршрута. И в дальнейшем уже мы создаем переменную Directions, которая добавляется сразу на карту и использует ключ, который вы получили по почте, заполнив форму на сайте. И в дальнейшем мы создаем автомобильный маршрут, на вход к которому в качестве параметров мы указываем просто две точки. А именно в данном случае мы построим маршрут между складом и одним из магазинов. Сохраним и перезапустим приложение. И как мы видим, мы получаем маршрут между указанными точками, учитывая пробки на дорогах. Давайте немножко подытожим. В данной видеозаписи мы рассмотрели возможности API 2GIS для решения транспортных задач, а именно для построения зон транспортной доступности от точки или к точке, или так называемых изохрон. Также мы решили задачу каме-выезжора, то есть построение оптимального маршрута для посещения заданного набора точек с заданным набором курьеров. А также научились строить маршруты между точками при помощи данного API. А также мы научились добавлять линейный объект на карту, используя API 2GIS. Если у вас есть какие-то вопросы по использованию данного API, оставляйте их в комментариях. Код будет на GitHub, и ссылка на код, а также ссылки на справочные материалы будут под видеозаписью. И также оставляйте в комментариях свои запросы на дальнейшие методы, которые вы бы хотели увидеть в обзорах на API 2GIS.